Мой дом, моя крепость. Но как быть, если эта крепость рушится буквально на глазах? Накануне нашей встречи в квартире Светланы Бесклубовой в одной из комнат обвалилась стена. Теперь мы можем спокойно видеть свободное проникновение. Может происходить и оттуда, и сюда. И мы как раз находимся в месте сантехнического узла. То есть там находится туалет. По словам Светланы Александровны, проблемы начались еще в 2017 году. Именно тогда хозяин соседской квартиры решил перепланировать ее под нежилое помещение и сдавать в аренду предпринимателя. С тех пор за стеной то офис, то магазин, то салон красоты. Во время ремонта сразу обнаружились у него. Во время ремонта, при переоборудовании окон в двери, обнаружились дефекты строительные, которые стали распространяться и на наши стены. И вот вы можете видеть и трещины больших размеров. И сама стена пострадала. Пол прогнулся, изменил конфигурацию. И вот такого рода от ударов строительные дефекты, они пошли и дальше, и на те комнаты. Но там в меньшей степени, а здесь оказалось больше, к сожалению. Строительная экспертиза установила зияющие дыры под потолком и кренящиеся стены в квартире Светланы Александровны последствия неправильной перепланировки соседского жилья. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и деформацию конструкции многоквартирного жилого дома, необходимо резюмировать суд произвести расчет на несущую способность конструкции с учетом демонтажа подоконных зонт в квартире номер 18. Это как раз квартира, офис Карена Альбертовича Аванесова. И выполнить необходимые усиления. В противном случае ремонт здесь делать попросту бесполезно. Все будет рушиться снова и снова. По словам Светланы Бесклобовой, она не раз пыталась поговорить с соседом и решить возникшие проблемы обоюдно. Собственник квартиры якобы не пошел на контакт. С Кареном Аванесовым решила связаться наша съемочная группа. Сегодня разговаривал с ее мужем. И к чему вы пришли? Да ни к чему не пришли. Вот там человек будет разбирать у себя квартиру и постоянно винить меня в этом. Пусть идет в суд и судится дальше. По словам мужчины, он сделал перепланировку квартиры в соответствии с законодательством и заранее утвержденным проектом. А рушится дом просто потому, что ему уже больше 60 лет. Это вымогатели чистой воды. Было судебное решение, которое, грубо говоря, постановило выплатить им деньги. Я деньги выплатил. И какие вопросы еще, я просто не понимаю. Чем закончится эта история, покажет время. За помощью жительница пятиэтажки обратилась в правоохранительные органы.